Наталья Александровна, здравствуйте! Добрый день! Наталья Александровна, обязательное медицинское страхование действует в России, но для крымчан это новое понятие, и поэтому хотелось бы знать, что же означает обязательное медицинское страхование? Совершенно верно! Обязательное медицинское страхование на территории Российской Федерации функционирует уже более 20 лет. Это вид обязательного социального страхования, гарантирующего гражданам получение бесплатной, качественной, доступной медицинской помощи, независимо от пола, возраста и социального положения застрахованного лица. А какие виды помощи включает это медицинское страхование? За счет средств обязательного медицинского страхования финансируется первичная медико-санитарная помощь, это так называемое поликлиническое обслуживание граждан, включая профилактические осмотры. Вся скорая медицинская помощь, за исключением санитарно-авиационной скорой помощи, также финансируется специализированная медицинская помощь, так называемые стационары, независимо плановое, экстренное нахождение застрахованного лица в стационаре. То есть это включает и простуды, и какие-то сложные операционные заболевания? Совершенно верно. С 2014 года даже в систему обязательного медицинского страхования вошли некоторые виды высокотехнологичной медицинской помощи, которые очень существенны по стоимости. Но по направлению лечащего врача застрахованное лицо может быть направлено в федеральные медицинские организации для получения такой дорогостоящей помощи абсолютно бесплатно для гражданина, для застрахованного лица. Вот мы сказали о том, что в России эта программа действует, но и для крымчан она является пока что новой. В России как давно она действует? Успела ли она себя зарекомендовать за это время? Система обязательного медицинского страхования функционирует в Российской Федерации уже более 20 лет. Безусловно, она себя зарекомендовала с лучшей стороны. Был поэтапный переход в систему тех или иных видов помощи. Сейчас она максимально объемная. Как я уже сказала, что с этого года в систему обязательного медицинского страхования вошли также высокотехнологичные виды помощи. С прошлого года в систему обязательного медицинского страхования вошло экстракорпоральное оплодотворение, что тоже немаловажно. И еще немаловажный аспект, что с момента начала функционирования данной системы и до сегодняшнего дня она претерпела такое значимое изменение, как действие страховой медицинского полиса на всей территории Российской Федерации. То есть на сегодняшний момент полис обязательного медицинского страхования единого образца и действует на всей территории Российской Федерации. Вы говорите о том, что очень важно, что это бесплатная медицинская помощь. И думаю, крымчане уже надеются поскорее, чтобы начала эта система действовать у нас. Поэтому нас интересуют сроки. Когда же начнет действовать система? На сегодняшний момент по законодательству в Республике Крым действует переходный период. За этот момент мы должны успеть подготовить систему к нормальному полноценному функционированию и обеспечить всех граждан Республики Крым полисами обязательного медицинского страхования. И система обязательного медицинского страхования начнет функционировать на территории Республики Крым и города Севастополя с 1 января 2015 года. Но до этого срока надо зарегистрироваться крымчанам? Нужно прийти в пункт выдачи системы обязательного медицинского страхования, страховой медицинской организации абсолютно бесплатно получить полис и дождаться 1 января, чтобы прийти в медицинскую организацию за помощью, если такое понадобится. А какие документы или какая же процедура тогда оформления этого полиса? На сегодняшний момент существует немного упрощенная процедура выдачи полиса. Гражданин обращается в пункт выдачи страховой медицинской организации. При себе необходимо иметь только паспорт гражданина Российской Федерации. Если гражданин Российской Федерации в возрасте до 14 лет, мы говорим о детях, то свидетельство о рождении ребенка и паспорт законного представителя ребенка. Заполняется заявление и в течение 2-3 недель получается полис обязательного медицинского страхования. Человек может прийти только в определенное место, в фонд обязательного медицинского страхования получается? Нет, выдают полиса страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС. На сегодняшний момент на территории Республики Крым работает одна страховая медицинская организация, Крымская страховая медицинская организация. В ближайшую неделю-две выходит еще одна страховая компания, возможно будет третья компания. То есть мы говорим о том, что на сегодняшний момент у нас открыто уже 4 пункта выдачи полисов обязательного медицинского страхования в городе Симферополе, на улице Карла Маркса, дом 34, в городе Судаке, в городе Феодосия и в поселке Нижнегорский. Но мы должны сказать с вами о том, что нет никакой спешки в получении полиса обязательного медицинского страхования. Желательно, чтобы каждый житель Республики Крым получил полис до 1 января 2015 года. С каждой неделей мы будем открывать все новые и новые пункты выдачи полисов. Они будут находиться в каждом населенном пункте на нашей территории. И для отдаленных территорий будут предусмотрены мобильные пункты выдачи полисов. Наталья Александровна, ну не получится ли так, что под этими мобильными пунктами будут действовать мошенники? Как вот людям узнать, что он обратился в правильную организацию? Я думаю, что наиболее правильным в данной ситуации будет являться звонок в страховую медицинскую организацию. Ты слушаешь, я могу звонить. Гражданин должен спросить, пожалуйста, какую страховую компанию вы предоставляете, скажите, представляете, скажите свой номер телефона и сделайте контрольный звонок. Мошенники могут действовать только под личиной, скажем так, каких-то финансовых интересов. Но если гражданин четко понимает, что данный вид страхования абсолютно бесплатный для застрахованного лица, то здесь нет никакого интереса у мошенников. Но при оформлении, когда человек оформляет этот полис, с него не должны брать ни копейки. Ни одной копейки. Страховые взносы за работающее население уплачивает работодатель. Работодатель. При этом не касается удержания и самой заработной платы. То есть начисления идут сверху. То есть из зарплаты какой-то дополнительный процент исчисляться не будет? Не будет, да. То есть это идет сверх начисленной заработной платы, это ложится на плечи работодателя. И вот хотелось бы еще узнать, вот система обязательного медицинского страхования представляет ли из себя какой-то пакет или вот какой процент включает? Работодатель оплачивает страховой взнос в размере 5,1%, сверху установленной заработной платы. Плательщиком за неработающее население, за детей, за пенсионеров является бюджет Республики Крым. Очень важный вопрос, вот как раз вы начали о нем говорить. То есть и пенсионеры, и даже на ребенка можно оформить этот полис? С момента получения свидетельства о рождении на ребенка в этот же день возникает право получить страховой полис. Но обращаем ваше внимание, что ребенок с момента рождения имеет право на получение бесплатной медицинской полис с помощью. И на начальном этапе он получает эту помощь по полису мамы. После того, как они выписываются из роддома, и ребенок получает свой полис обязательного медицинского страхования, его предъявляют уже в поликлинике. Есть ли у нас первые счастливчики в Крыму, которые сейчас уже застрахованы в этой системе? На сегодняшний момент крымчане подали более 16 тысяч заявлений. Выдано на сегодняшний момент не так много полисов, наверное, около 100. Это связано с тем, что полис обязательного медицинского страхования – это официальный документ, и печатается он в Москве на госзнаке. Поэтому процедура занимает определенное время. Но заявлений принято более 16 тысяч. И со следующей недели уже начнется выдача полисов тем гражданам, которые написали заявление. Наталья Александровна, вот еще такой немаловажный, наверное, вопрос. Срок у этого полиса действует ли он до какого-то периода, или же это бессрочное? Нет, полис единого образца и полис бессрочный. Он выдается один раз. Его заменять можно только в случае порчи либо утери. А человек может ли выбирать или менять страховую компанию? Абсолютно правильный вопрос. Данное право закреплено законодательно. Человек имеет право выбора страховой медицинской компании. Гражданин должен понимать, что страховая медицинская компания – это законный представитель его интересов. В каждой страховой медицинской компании будут созданы отделы по защите прав застрахованных, где застрахованные граждане будут урегулировать какие-то свои вопросы, связанные с получением или не получением медицинской помощи на территории. Республики Крым, а возможно на территории других субъектов Российской Федерации. То есть если гражданин должен знать всегда, что страховая компания – это его законный представитель, и находясь в другом городе, необходимо с собой всегда иметь полис обязательного медицинского страхования, потому что он действительно на территории всей Российской Федерации. А получается, если человек едет в другой город, он должен при себе иметь полис, а если каждый день нет необходимости с собой его носить? Нет необходимости, можно иметь копию полиса, этого достаточно. То есть вы должны при обращении за медицинской помощью документы, удостоверяющие личность, и номер полиса обязательно, человек должен иметь с собой номер полиса для того, чтобы его идентифицировать. Как выглядит полис? Полис выглядит таким образом, это лицевая сторона, и с обратной стороны, вот мы видим, это первая отметка страховой медицинской организации, выдавшей данный полис. Если гражданин решил поменять страховую медицинскую организацию, он имеет на это право, и один раз в год он может заменить страховую медицинскую организацию. Для этого не нужно менять полис, для этого на следующей строке делаются запись о совмении страховой компании. И при этом полис продолжает действовать или на период перехода останавливается? Нет, полис в этот же день продолжает действовать, то есть нет никакой необходимости приостанавливать. Эта процедура занимает несколько минут. Очень интересная система. И вот еще хотелось бы знать, до какой суммы доходит полис? То есть операции, например, мы говорили уже о том, что можно лечить даже какие-то очень сложные операции, но сюда входят ли хронические или внеплановые операции, или плановые операции? Мы говорили с вами, да, то есть если вот поподробнее, главное, чтобы застрахованные граждане не путали обязательное медицинское страхование с добровольным медицинским страхованием. Обязательное медицинское страхование, это, как мы с вами уже говорили, это вид социального страхования, гарантированный государством бесплатной медицинской помощи. Поэтому мы говорим о том, что практически все виды медицинской помощи, начиная от поликлиники, от неотложной помощи, от экстренной помощи, от вызова врача скорой медицинской помощи на дом, до стационарной, вплоть до высокотехнологичной помощи, нет ограничения по стоимости проводимых манипуляций. То есть это есть только в этом необходимость или потребность самого пациента и подтверждение лечащего врача о том, что это действительно необходимо. Спасибо вам большое за такую важную информацию, за то, что у нас действительно будет действовать бесплатная медицинская помощь, о которой крымчане так долго мечтали. И будем надеяться, что она будет успешно действовать. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Берегите свое здоровье и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин